МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! А чего ты там делаешь, тайга? Сидит. Ничего не выражает лицо, как всегда. Хе-хе-хе. Всем доброе утро! А утро сегодня доброе, мои хорошие. Во-первых, сообщили, что мама в тяжёлом состоянии, но стабильная. Сказали, что лечение будет долгим. Ну, ладно. Хорошо. Хоть так хорошо. То я уже за эти дни измучилась ждать чего-то, звонить и бестолку. Я надеюсь, что выкарабкается, всё будет хорошо. Конечно, тяжело возраст. Чё говорить-то? Вот. Ну, слава богу. И ещё новость одна. Позвонил Витя мне с утра. У него вчера родилась внучка. И звать её будут Любава. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот так вот. Сказал, что всё хорошо. Дома всё нормально. Вот. Кот меня ждёт. Ну, ждёт он меня или нет. Это дело такое. Я думаю, что ему там очень хорошо. Потому что Витя присылает мне фотографии. Он там играет с кошками. Ему там весело, конечно. Хе-хе-хе. Ну, так что. Девочка ещё на свет родилась. Ну, дай бог здоровья ей. Пусть растёт красивая, счастливая, весёлая. И пусть никакая беда её не касается. Вот так вот, мои хорошие. Так что, с добрым утром. Хе-хе. Я прям... Я сегодня счастливая. Чего и вам желаю. А я увидела секонд-хенд. Разве я пройду мимо? Сейчас пойду посмотрю. Так, модница. Какой там магазинчик. Пойду посмотрю. Фурнитурочка, наверное, швейная. Слушайте, ну так вообще ничего. Это самое. Я себе купила, нашла новое с биркой. Не знаю, как его назвать. Вообще, наверное, это... Ну, как платье, что ли, домашнее. С длинным рукавом. Ну, как сказать-то? Как длинная футболка. Вот. Просто серенькая. Просто серенькая. Ой, дома ходить прям замечательно. Вот. И зашла в модницу. Купила там. Покажу. Сейчас приеду вам. Для декора. Так. Ну вот. Я нашла, что мне Марина очень советовала. Санэлит. Вот этот вот. Правда, я уже ванну отмыла. Но Сашке пригодится. Нашла магазин. Написано творчество. Но как-то... Одни вот наклейки всякие. Остальное, по-моему, и... А, нет. Ну, тут для творчества. Он такой детской все. Даже больше не творчества, а просто канцелярия. Всякая. Не интересно. А ехать куда-то неохота. У меня дома дела. Всякие тетраточки. Рамочки. Всякая. Вечерело. Люба выползла из магазина. А, не могу. Да, что-то я все дома сижу, да сижу. Интересно. Ну, мы же все любим, девчонки, походить, рот поразевать. Ну, ладно, согласитесь. Кстати, я вот не очень люблю. Но, когда я с Черноморского вырываюсь, то люблю походить, поглядеть. Она зашла в Гламарт. Такие раскраска, какая красивая. Бархатная. Лампы. У меня уже их столько, я их наделала, что мне их ставить некуда. Еще два абажура лежат. А сделаю, подарю. Дома-то сидеть надоело. Саша на работе. Даня работает. Мне очень нравится вот эта посуда. Черная. Я люблю черную посуду, девчонки. Вот, люблю. И люблю тарелки квадратные, прямоугольные, они круглые. А потому что у меня как-то всю жизнь нет больших столов, а они меньше занимают места на столе. Да и вообще нравится. Сколько тут всякой мелочи. Короче говоря, я уже устала тут ходить, смотреть. Ну, и как без аптеки. Ну, а теперь вся жизнь только одни таблетки кончаются. Пойдешь, купишь, дня через три, через пять другие кончаются. И так вот такой круговорот таблеток в природе. А я вернулась и вот вам показываю. Вот такие деревянные пуговицы. Ну, это для декорирования я купила. Вот они стоят 59 рублей. Вот такая кучка. Я думаю, для моих шкатулочек, для коробочек пойдут. Так, теперь. Ну, вот такие вот бусины. Под янтарь. Вот, такие большие еще. У меня вот такие и есть. Ну, пригодятся. У нас и таких не купишь, поэтому... Это тоже для декорирования. Вот, смотрите, какие пуговки. Совушки летящие. Вот тоже для декорирования. А может, еще куда подойдут, не знаю. А тут что пригодятся. И вот, смотрите, сколько всякой красоты. Ой-ой-ой. Просто вообще замечательные. Дырочки-то можно заделать. Их не видно будет. Так что, мне ни разу не попадались еще в жизни вот такие пуговицы. Для декора просто замечательно. И забрала четыре штуки последние. Причем продавщица вообще... Ой, а вы знаете это для чего? Я говорю, знаю. Она говорит, это вот как-то их пришло. Я говорю, девушка милая, это для браслетов. А я думала, это такие пуговицы. Вот только четыре штуки. Но ничего. А можно и не для браслетов, а можно как коннекторы вот сделать для трех рядов. Правильно? Это я подумаю. Редко бывает в фурнитуру попадается медная. Редко. Поэтому это просто вот счастье, что попались такие мне штуки. Так что... В общем-то... Ну, уже все. Уже больше я ничего искать и покупать не буду. Надо немножко, я уже говорила, останавливаться. Если бы, конечно, украшения эти покупались бы на ура, другое дело. А так тяжело очень. Материально очень тяжело. Ну, ничего. Я найду чем заняться. Ну что, мои рыбоньки? Еще один день заканчивается. Да. Ну, в этот раз поездка в Питер совсем у меня не такая, как обычно. Даже, судя по видео. Если еще там в начале я приехала и в Москве, было прям хорошо, весело. Ну, за редким исключением. Тут, да, конечно. Но, слава Богу. Хоть есть какие-то более-менее подвижки в хорошую сторону, поэтому я понимаю, что это будет все непросто. дай Бог, сестре моей здоровья, терпения. Я уже сейчас не поеду в Москву. Нет. Во-первых, честно говоря, я побаиваюсь. раз у них в семье ковид, там, это... напрямую столкнуться. Я не готова, честно. Если в нормальных странах квартиру, где человек заболел, приезжают и обрабатывают, и там потом можно нормально находиться, я вот не готова. И потом, раз мама будет лечиться долго, я лучше потом приеду. С моими заболеваниями хроническими, которых у меня куча, у мамы столько нет, сколько у меня, я уж лучше как-то поберегусь. Переживать тоже тяжело вот так вот. Ну, девчонки, ну а что делать-то? Самое главное, я рада, что есть какая-то стабильность. Ну, если, конечно, не дай Бог, что-то случится, конечно, полечу, куда я делась. Вот. Прям вот я сама расстроена, что у меня такие видео непозитивные. Ну, девчонки, а что делать-то? Притворяться я не умею. Прыгать и скакать, когда мне хреново. Я не могу. А то вот пишут, вот, блин, там. Да не дай Бог вам такую ситуацию. И сколько сейчас таких людей в стране, которые на одних нервах. Ну, это уже почти год продолжается. я надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь. Я прям надеюсь. Я надеюсь. И у меня для этого, собственно, есть. Знаете, вот мама у меня очень сильный человек. очень сильный и, в общем-то, для своих лет очень здоровый. Если я жопа, скажу так, курю 47 лет. у меня мама за всю жизнь не выпила 50 грамм алкоголя. Не говоря о том, что курить. Поэтому, ну, тут есть разница. Потом они, у них организм закалился во время войны. Вот этой вот нищеты, когда они ели оладушки или лебеды, как мне бабушка рассказывала. И, в общем-то, они жили, когда еще продукты были нормальные. Ну, она вообще такой человек. Она всю жизнь занимается рукоделием. Она, какие платья она шила. Господи, она их вышивала. Платья вышивала. и вышивает до сих пор. Вот, дай бог, ей здоровье, она встанет и будет опять вышивать 85 лет почти. А картина вышивает целые. У нее вышито все дома. Так что, я надеюсь, что все будет хорошо. Она из тех людей, которые до 100 лет доживают. Вот. А я что еще хочу сказать? Я опять хочу сказать. Спасибо вам. Вот огромная благодарность человеческая мои сладкие девчоночки мои. И Володя. Спасибо вам всем огромное. Я вам только желаю не болеть. Самим не болеть. И как сказать, господи, вот я даже сейчас и не огорчать родных своими болезнями. пожалуйста. Я вот это пережила. Это так страшно. Когда рядом болеет человек. Пусть мне что хотят, пишут, что нудные видео у меня. Состояние у меня сейчас нудное, поэтому и видео такие. А будет все хорошо и все будет хорошо. И буду опять работать и делать и я вообще-то хулиганка девчонки. Я и посмеяться люблю. Ну что сделаешь, что обстоятельства такие. Я, конечно, сама не ожидала, что так получится. Я думала, сейчас вернемся из Москвы. Эй-эй-эй. А оно вот так вот. Эй-эй-эй. Вот там вот у людей, видите, вот это светлое окно, стоит голова на подоконнике. Не знаю, видно вам, нет? И мне прям мою голову снесло. Мне так нравится. Вот я думаю, я с этим манекеном понаделаю. Как здорово смотрится, когда... Ну, тоже обычный манекен. Волосы, пучок сзади. Ох, приеду, понатворю. Ладно, лопусечки мои. Не болейте, пожалуйста. Ой, я уже так замерзла. 16 или 17, что ли, сейчас, градусов мороза. А я стою прям с голыми ногами в тапках. Давайте, солнышки мои, живите все счастливо. Пожалуйста. И пусть ваши родные живут счастливо. Насколько это можно в наше время. Но все, мои сладкие, а то я уже заболталась. Всем хорошего вечера, спокойной ночи. И завтра проснутся веселыми, счастливыми, чтобы ничего не болело. Ладно? Ну и пока-пока. Я вас обнимаю, целую. Всем здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok